МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогі друзі, з вами програма «Територія кіно» і сьогодні в нас така незвичайна і несподівана зустріч і, власне, предмет нашої розмови – це стосунки культурі України і Китаю. Я певен, що більшість з вас мало що знає про те, чи є такі стосунки взагалі, а якщо є, то який вигляд вони мають. Ну, але сьогодні в нас, ви бачите, така широка зустріч, кілька одразу наших гостей. І я хочу одразу представити наших гостей. Це передусім Девід Чу, це генеральний секретар китайсько-українського центру обміну культури і мистецтвом в Шанхаї. От це недавно створений такий центр, і бачите, в нього є керівник, і він є гостем нашої програми. Ну, і Джен Ган, художник, який учився в Україні, в Академії мистецтва, і він недавно зняв фільм як режисер «Закохатися в Україну». Серед наших гостей, і ви потім зрозумієте, чому ми їх запросили на цю програму, кінорежисер і голова Національної спілки кінематографістів України Тарас Ткаченко, композитор Олександр Аспаринський, він розкаже, чому, яке має відношення до Китаю і китайсько-українських стосунків. І Олександр Березань, режисер і автор танцювального фільму «Давай танцюй». Ось такий гурт людей. І перше моє запитання до Джен Гана. Чому виникла ця ідея цього фільму, яким чином він був створений, що це за фільм, коротше, каже. В 2010 році я перший раз приїхав в Україну, славжу полюбовість цієї країни, тому що я сам відбувся до Китаю, до Шанхай, і я бачив, що в Україні багато природи, дерева, але в Шанхай в Україні багато. – Похоже на Шанхай? – Ні, не похоже на Шанхай. – А, не похоже? – Отличається. – Отличається. Тому мене все дуже интересно і славжу влюблюся, там, Україна така. І потім я вже починаю написати, що я бачив, що я робив, що я робив, і починаю писати ці книжки. Три роки тому я починаю думати, що треба робити документальні фільм про Україну, тому що в Китай дуже багато знає, люди знают про Україну. – Три,地处中欧腹地,连 ки东西. Три, Три,地, на dette片開闔的土地上, Кальба-ка-чин山, 矗立西北, 黑海, 靖后南方, Трини-Бберк跌, Трини-Бберк, 船越全境, 数以万计的湖泼, 兴羅齐步, 他们共同绘救了这个国家, 独一无二的湖光山色。 – Три, 拥有全世界, 战地面积最大的肥沃黑土, 被誉为欧洲两仓, В этом фильме можно сказать, что первый документ фильм «Украина по Китаю». Я знаю, что в Украине начинается Трибольевская Куридура. А у вас Трибольевская Куридура и Китайская Куридура Яншао почти одинаково. Похожи, да? Не похоже, одинаково почти. Одинаково, да? Да, потому что я изучал это. И сейчас нашел эту вещь, которая Трибольевская. И Китай Яншао придурал эти вещи почти одинаково. Это очень интересно. Я знаю, что в Украине есть 6 селл, называется китайский город. Мне тоже очень интересно. Надо узнать, почему это называется китайский город. Я много спросил народа. Потом там есть одно село, там директор меня сказал, что это 300 лет назад есть китайские, там жили и открыли маленькие базары. Это маленький щуковый путь. Это все село, одна линия. Начинается Венница, а потом до Каменец-Поторский, а в Каменец-Поторский до Венгелия. Это один дорогой. Они все один линия, там еще стелут. Там все называется китайский город. Это очень интересно. Варто додать, что этот шовковый шлях, это сегодня, последние три года, это стратегический план Китайской народной республики, что пытается создать прямую линию между своей территорией и Европой. И этот шовковый шлях, это один из направлений, в том числе, мистерского строительства. Адже кинофестиваль шовкового шляху уже отбылся дважды в Китайской народной республике, где взяла участь 22 страны. На жаль, до сегодня Украины там не было. Я нашел, что там Украина, там есть, тоже есть, ин-ян. Это знак, это Украина есть, Китай тоже есть. Поэтому я думаю, что это умило, это все одна большая семья. В 2010 году была большая выставка в Шанхай. Там Украина павильон, там написал ин-ян. Очень много китайских туристов, китайские меня спросили, а почему там нарисовал китайский? Я сказал, это не китайский, это украинский. Потому что они, они тоже есть такая коридора. Ну, скажу, додам, что оформил эту выставку наш славный мтец Толя Гайдамага. А мультимедийную складовую я делал разом с небезвидовым паном Томбачником. Но за много времени прошло, и даже сегодня 25 лет, когда существуют дипломатические отношения между нашими странами. И великие планы, и, как говорят наши гости, но и до сегодня украинского кино, на жаль, практически нет на китайских территориях. Чому и в чём перевага цих намаганий потрапить до Китая? Хай разповість наш друг, виробничий менеджер, продюсер, генеральный секретар центру, пан Дэвид. Да, пожалуйста. Дэвид, добро. Цього року, как вы знаете, 25-та речниця китайско-украинских дипломатичных отношений. Это важливая мить для двух стран. Но для китайских народов, они очень интересны, что для китайского народа Украина очень интересна. Водночас, мы имеем за малость знаний про вашу страну. Это своя рідная дилема, потому что, когда я собирался в эту поездку, один из моих друзей запитал меня, почему ты едешь в Украину? Где это? Хаба это безопасно? Иснует много сумнів у китайцев, что до поездок сюда. Но все равно, я думаю, что много украинцев тоже хотят приехать в Китай. И это свидетельствует, что обидвие страны, обидвие страны желают знать больше, одна про одну. Саме тому мы иниціювали наш Китайский Центр обмяну культурой и мистецтвом. Мы сподіваємось найти спильные точки дотику культуры, найти что-то близкое для двух народов. Люди мают увидеть подібные рисы. Дякую Гану за то, что он сделал чудовое кино, что представило Украину и китайцам. И это только начало. Мы пытаемся сделать более отношения с помощью культурных взаимодействий. А кіно, как культурные явища, я вважаю, найліпше сприймається людьми. Поэтому мы очень хотим працювать в двустороннем порядке над фильмами. Зокрема, запрошувати українських митців до Китая на кинофестивали и водночас привозить китайские делегации до Украины. И поэтому мы тут, перед нами коллегой. Я прошу прокомментировать Тараса Ткаченко. Я, первое, хочу сказать, что, не дивлячись на то, что мы, на самом деле, мало знаем про Китай, мы на самом деле мало знаем про китайскую культуру и специально про кино. Китайский кинематограф для нас сегодня абсолютно тере инкогнітат. Это при том, что в мире его знают очень хорошо. Первое. Другое. Китайский киноринок – это гигантский рынок. И это рынок, за который бьются сегодня лидеры святого киновиробства. В том числе и Голливуд, который мечтает зайти на этот рынок. И, понимая специфику этого рынка, ментальную, государственную и так далее, абсолютно перебудовывает спокойно, мовчки, свои работы. Это единственная страна, которая не Голливуд диктует свои требования, а, наоборот, требования которого Голливуд длягает. И это говорит про великий авторитет. Не дивлячись на такую, небе-то, отстороненность, у нас величезная история, стосунки, в том числе и артистичных. Но если говорить о кино взаимодействии, например, такая история, что протягом даже часов независимости было великих два украино-китайских проекта, кинопроекти, когда китайская киногруппа за участью украинских киногрупп создала фильмы «Овод», насколько я знаю, и как гартувалася сталь. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что фильм, сериал, как гартувала сталь Миколи Мащенко, украинский фильм был очень популярным в Китае. И до сих пор популярным. И это еще говорит о том, что наши фильмы там знаны, и они, видите, что сделали? Они последовательно сделали ремейки на творчность Миколи Мащенко. Это очень дивно. Так что Микола Павлович в чем-то китайский режиссер. Я уже не говорю про «Вий» Ремейкина пана Миколу Гоголя. Я помню, абсолютный шок наших режиссеров, драматургеров, которые приехали из Китая и сказали, что у нас мечта. Нас тут подивилися 2 тысячи, 3 тысячи, 25 тысяч зрителей, а там меня подивилися за один векенд кілька миллионов. Для них это был абсолютный шок. И, на самом деле, эти связки периодически возникают. Я уже не говорю про то, что, на самом деле, с Китаем еще Катерина Копилова, попередними, глава Держкіно, уклала меморандум кинопродукционный, который на сегодня не действует. На жаль. Добре. Можливо, не все при Януковиче было доброе. Но мы потеряем такую возможность для спорта, в том числе и киноспорта. Мы просто не отреагировали на протягнутую нам руку. Цікаво до того додать, что пан Тарас сказал. Например, глядачам, шокующая цифра, что, например, валовый сбор китайского кинематографа, официйные цифры за 2016 год, склав небольшую такую сумму в обсязе 8,4 миллиарда долларов. Это ценность квитков, проданных в Китае. В основном на китайские фильмы. Безумовно. Чему безумовно? Потому что квота на иноземные фильмы того же минулого года склала лише 34 назви. То есть 93% только фильмов китайского производства. Отже, это сказка. Потропить сразу на коммерческую реализацию украинского продукта. На мою думку, лише громадские, активованные персонально, персонами недержавного гатунку, только они способны рушить этот процесс. Бо, как действительно слушно зауважил пан Тримбач, понимаете, 25 лет существуют наши отношения. Вот мы решили, и теперь я очень рад, что Тарас, как молодая человек, с молодыми приятно работать, поверьте, согласился на эту идею. Ну а про фестиваль, про важность фестиваля, я думаю, продолжить наш друг пан Тримбач. Что ты сказал, это буквально два слова. Про фестиваль обовязково. Первое, я думаю, что тут двонаправленный процесс мы хотели бы заініціювать. Мы бы хотели заініціювать не только нашу участь в Днях украинского кино, а также в мини-фестивале украинского кино в Шанхае. Мы бы хотели... Саме в Шанхае. Ну вот, это один из самых старших фестивалей в Китае. Вот, тому там фестивальна публіка больше готова до таких вот эксперт. Больше вихована. Так, так, так. Вот, а, по-друге, я бы хотел, чтобы мы, наконец, втягнули в наше фестивальное життя китайских коллег. Чтобы мы, наконец, сделали презентацию их индустрии у нас с конкретными пропозициями. Потому что... Чему не запрацювала компродукція на угоду? Потому что не было информации, понимаете? Все знали про угоду, все знали, что там есть какие-то возможности и деньги. Но никто не знал правил игры, никто не знал возможностей, никто не знал, с чего начать буквально. Ни хто не знал этого векна. И оно в теории существовало, а практически оно не было доступно для всех нас. Все европейские подибные программы співпрации, они делают очень простую речь. Они делают презентацию с конкретным пониманием того, как я маю співпрацювать с тією или иной программой. На жаль, не те, что китайцы это не сделали. Просто им не дали такой возможности. Им нужно дать возможность презентовать свою индустрию. Это важно раз. И друге, наконец, впустите, первое, их кину на наш рынок. И я думаю, что мы впервые бы сделали такую инициативу с запрошением их... На Одесский форум? До нас, на наши кинофестивали и так далее. С китайской продукцией? А потом уже пропоновали туда. Вот таким образом. А можем отлично? Что меня тишит в данном разе, что подключается спилка кинотрофистов, подключается громадственность на уровне персонального. Потому что все уповать на государство, что государство сделает, я думаю, что это неправильно, держава должна работать. Но мы, гражданское общество, не должны выступать в роли спостерегачей. Что они там сделают? Нет, мы должны тоже работать. Ну вот, пан Девід, может, додать про этот самый фестиваль. Иснует два очень важных кинофестиваля в Китае. Один у Шанхаи, а другой у Пекине. У Шанхайского фестиваля довша история, и он является более интернациональным. Саме тому мы планируем привезти деякие ваши фильмы до Шанхаю на Дни кино этого года. Это будет хорошая презентация для китайской аудитории. И, одновременно, я знаю, что ваш фильм, Тарасе, поедет до Пекина. Ну, чего ты боишься? Он все эти игрушки лепил. Ты, главное, должен им показать, что ты умеешь хорошо працювать, что ты швидка до работы. Ты села, Баданте. Я понял? Си-си. У наших планах привезти деякі фільми до Шанхаю у вересні цього року. А також маємо намір провести Великий Україно-Китайский фестиваль наступного року. Ще ми плануємо відправити киноделегацію до Одесси на фестиваль у липні. И это будет вперше для китайских фільмейкеров и кинематографистов, чтобы увидеть и проверить, какие есть возможности у каждой сторони в будущем для спільного производства, реализации и подальшой співпрации. Один из проектов – это проект Ганна. Мы хотим продолжить его фильм «Закохатися в Украине». Это очень хороший фундамент для подальших перспектив. Будем шукать гарных сценаристов, режиссеров из Украины, которые бы объединились к команде. Можливо, мы сделаем полнометражное кино «Закохатися в Украину» или телесеріал, или даже мультфильм. Тож, ось такі плани. Маємо також дуже сильну підтримку від українського посольства і консульства в Китаї. Ганн розмовляв з консулом у Шанхаї. Довго обговорювали нашу діяльність тут, в Україні, щоб пришвидшити, підштовхнути наші відносини. І ми збираємося втілювати ці плани у реальні дії, коли повернемося до Китаю. Я хотів би, щоб Олександр Березан розповів, яке він має відноси до Китаю, що це за фільм, який розробили «Давай танцюй». Це танцевальна комедія. Прежде всего, первое українське кино, танцевальна екшн-комедія. Ми, наконец-то, закінчили этот фільм. Осталось там чуть-чуть, може, ціто коррекція, і скоро він буде готов, щоб зрителю могло увидеть. І, конечно же, коли Саша мене позвонив і сказав, що є така можливість, і твій фільм заінтересував китайських друзів, то, конечно же, я прилетел к нему сразу, понятно. Тому що, як будь-який произведений, дійсно, то, що сказав Тарас, і розумієте весь мир, заінтересован в ринке китайському. Понятно, що ми хотіли б туди попасть. Ми дуже хотіли б туди попасть. С економістерской точки зрения, і, естественно, як автору, мені завжди хотілося б, як любому автору, щоб його фільмі виділи як можна більше кількість людей. Тому що мене більше всего понравилось в нашому відчині, ми вчера познакомились і обмінювалися всякими ідеями, і, похоже, що, може бути у нас так вийде, що ми знімемо що-німось вместе, тому що у нас оказалось дуже багато общого, багато всяких інтересних ідей. С Ганом ми особливо вчера общались на цю тему. І родились такі ідеи. І я дуже серйозно задумався о тому, щоб вместе зробити совмєстне производство з нашими партнерами із Китає. Вот. Поэтому, конечно, хочеться. А танцуюсь, ну как же круто, як язикон мутеш. Даже лучше. Завтра сам увидеш. Оці, що ви бачите зараз на екрані, оці події, вони типово, ну настільки типово, вони популярні в Китаї. Бо кожній п'ятниці, п'ятниця з водної неділя, в Китаї починаються, я кажу, черги до перукорів, де дівчатка і хлопці роблять величезний марафет. І далі вони змагаються у тих самих KTV, дискотеках, чи так далі. І головне, що все це адресовано молодою людиною. Я вважаю, що Саня молодий. І знято молодим поглядом, молодою естетикою, нормальними камерами, нормальну музику. Я запевняю, і мої друзі не доведу зберегати китайські, що цей фільм, принаймні, інтересно буде користуватися. Ще про одну перспективу, яка надзвичайно розвинена в Китаї, набуває розвитку в Європі. І, на жаль, сьогодні практично не працює в Україні. І я думаю, що це теж елемент побудови нашої майбутньої стратегії, в тому числі і просування на ринку Китаю. І, можливо, ми навчимося цьому в них і будемо робити. Це так звані відео-ан-демант-сервіси. Тобто сьогодні світ вже поступово, ну, скажімо так, телебачення втрачає свої лідерські позиції. Виходить на перший план, виходять отакі от сервери, де ви можете... Замовити, подивитися за невеликі кошти, подивитися фільм і так далі. В Китаї таких сервісів, таких платформ надзвичайно багато, і вони надзвичайно потужні. В Україні велика криза в тому плані, що нам вже навіть не стільки важливо створювати потужний громадський канал, який в Україні, на жаль, сьогодні немає, а створювати потужний відео-ан-демант-сервіс. Тому що це потужний майданчик продажу українського кіно українцям. Я хочу вам подавити, це у мене книжки, я знімав документальний фільм «Улюбийся Україна» і патриївський, а це книжки. Хочу вам подавити. Так, дякую. Ну що ж, ми, на жаль, хронометраж нашої передачі обмежений, але ми обговорили, зачепили, я вважаю, деякі, дійсно, ключові такі точки діткнення, контакту китайської кінематографії і української. І тут, справді, величезні перспективи, величезний ринок, величезна потужна держава, потужна країна, потужна кінематографія. І тому нам, українцям, це надзвичайно цікаво. І тому, я сподіваюся, що глядачі розуміли, що тут щось почалося робити, що є усвідомлення необхідності, є взаємний інтерес. І будемо сподіватися на те, що це все принесе такі очікувані і вагомі результати вже в найближчі 5-10, не кажучи, вже про пижні. Дуже дякую. Дякую.